Всем привет, я Даша. Это традиционный отчёт, прочитанный за февраль 2021 года. И получился такой тематический месяц на славянскую тему. Однако, одна книжечка затесалась в этот ряд. С неё и начнём. Итак, Марлин Монро «Страсть, рассказанная ей самой». То есть, задумка у книги такая. Якобы Марлин Монро всё время послечала психотерапевта, который предложил ей свои мысли рассказывать не ему лично, а на плёнку. И вот после его уже кончины нашли эту плёнку, как и о других, кстати, не менее знаменитых людей той эпохи. И вот якобы расшифровка с этой плёнки – это вот и есть книга. То есть, то, что Марина сказывает о себе самой. Это и детство, и отрочество, и профессия, конечно. И то, как она пришла к тому, кем она стала. Не только в профессиональном плане, но и в психологическом. Во всём этом повествует книга. Причём повествует весьма убедительно. Я даже сначала сомневалась, что, может быть, правда, вот была нанята такая плёнка, или всё-таки это такой ход, чтобы привлечь внимание читателя. Но потом всё-таки поразмыслила, поанализировала. И пришла к тому, что всё-таки это такой ход. На самом деле, она основана не в плёнке какой-то самой Мэрилин. Весьма познавательна, любопытна. Мне кажется, можно нарисовать тех людей, которые не особо, ну, не являются знатоками истории Мэрилины, ну, как я. А вот те, кто очень хорошо с ней знакомы, думаю, будут полны возмущения и несколько смущены, потому что здесь есть некоторые моменты, которые противоречат реальную историю Мэрилин. И вещи она бы, наверное, так о себе не сказала. В общем, смотрите сами, решайте сами, имейте ли где иметь. Ну, мы начинаем нашу Славянскую линию, наконец-то. Наверное, не стоит нанить очелье. У одного писателя по имени Юген Никитин есть цикл книг, называется «Гиперборея». И вот этот цикл я как раз и прочитала. Не успела только с четвёртой книгой познакомиться, завершающей этот цикл. Познакомилась с первыми тремя. Это князь Рус, Ингвар Иолиха и князь Владимир. Итак, князь Рус – это история о том, что жили-были три брата – Чех, Лях и Рус. То есть сразу поняли, да, что основателями каких стран они стали. Польша, Чехия и, конечно же, Россия. Вот эти три брата вынуждены были раздействовать в стороны разные и с тем, чтобы, так сказать, плодиться и размножаться, как говорится в Библии. И, конечно, всё это здесь посвящено Русу, прародителю нашему. И, ну, Руси здесь не пахнет, как в сказках русских народных говорится. То есть я читала, у меня вообще нигде ничего не ёкало, хотя я всегда считала, что у меня родовая память достаточно такая прокачанная. Ну, то есть я читала как о каком-то вообще стороннем народе, не как о своих. Причём здесь автор вообще предположил, что предки русов – это скифы. А я такая, да-да, скифы, ну, конечно. То есть, да, исторически неизвестно, кто такие скифы и откуда они взялись. Известно, что они говорили или на тюркском языке, или родственном к нему, вот, и не знали письменности, вот. Ну, а истоки, кто ниоткуда, неизвестно достоверно, может быть и правда. Почему бы или нет? Ну, такую гипотезу выдвинул автор в ней основывается, но она мне не показалась реальной какой-то. И вот они идут, находят земли плодородные, и почему там живут-то иудеи. Ну, ладно, есть такая гипотеза, я посмотрела в интернете, хотя, как бы, я очень удивилась, когда увидела эту теорию. Ну, и заранее хочу сказать, что абсолютно в каждой книге писателя обязательно есть иудеи. Я даже сподвожу, может, он сам, как бы, ну, потомок иудеев, ну, открыла Википедию, не увидела там никакой подтверждения там этой своей догадки, поэтому, ну, ладно, допустим, он просто неровно под ним дышит. Неплохая вещь, единственное, вот, ну, Русью не пахнет. Я уже сказала, немножечко однообразненькое поведение скифов, пришедших на новые территории. То есть, ладно бы, один-двое повели бы себя таким образом, но не все просто под копирочку. Я такая сижу, что, простите, то есть... Ну, и, вообще, переходим к следующей книге. Это вторая книга цикла. И если я рекомендую все-таки пропустить князя Русса, то вот и сын Ивар, и Ореха можно познакомиться, тем более, если вам нравится творчество Симону Вилайар, которое творит такую вот историческую романтику. То есть, вот, все вокруг такое историческое, но в центре все-таки романтика. Вот и здесь тоже. Также только с мужской подачей. И вот здесь эта самая история, где мне было... Здесь русский дух, здесь Руссия пахнет. Прямо мне ёкало сердечечко моё любитное. И вот реагировала на каждую строчечку. И вот прямо у меня был момент узнавания своего чего-то там родного, близкого и вообще истоков каких-то своих. И... В общем, вот. И хотят среди моих предков в Ятиче. Насколько я понимаю, это немножечко не те славяне, которые вот в Киеве были, и... А, немножечко другие, но тоже славяне. Вот. И... Ну вот прям... Прямо билось у меня сердце. Собственно, о чём эта история? Те самые легендарные для нашей истории Игорь и Ольга. Рассказана история их знакомства. И вообще то, как их развивалось. Знакомство Ольги с вещами Олега. Вот эти вот все дела, не минувших. Рассказывается очень так эффектно и душебудоражаще. Единственное, слишком уж углубился автор в страсть, которая сгорается между главными героями. И она на протяжении всей книги вечно дыхает его пот. Он, значит, взглядывает в её глаза. И как-то я уже сижу такая, думаю, ну, ё-моё, ну, когда уже? Ну, хватит! Ну, сколько можно? Ну, вот. Ну, если вам нравится, то вы будете вообще в полном восторге. Но для меня это было таким слабым местом. Всё хорошо в меру. Золотая середина, Рульфит и так далее и тому прочее. В остальном же книга прекраснейшая. Вот. Рекомендую. Ну, и третья книга из этого цикла – это «Князь Владимир». Это, на секундочку, тот самый князь, который светил Русь. То есть до него уже были попытки проделать этот фокус. И христиане были на нашей земле. И это были, да, славяне, которые христианизировались. Но Русь, прошу прощения, князь Владимир вёл именно на государственном уровне веру. Так, чтобы она вот прям была государственной. Чётко прям постановил. И вот, да, это он. И, собственно, о нём рассказывается история, начиная с самих родов. Вот как его мать-малуша начала рожать и заканчивая, собственно, вот, когда он полностью состоялся, наверное. Ну, не полностью, но вот, конечно, до вот этой вот отметки, когда он крестился, и Русь-Кулесик крестил, и до его каких-то очень важных биографических данных. Очень эффектно и интересно рассказывается. И я когда читала, у меня было такое впечатление, как что автор вдохновлялся русскими сказками. Вы знаете, и Ваньку Дурачка, который идёт за молдвенными яблоками, я не знаю, по пути его, кстати, которому поможет. И Баба Ягу, которая там, клубок ниток, таз, который бросил, он покатился, дорогу показал. И Василиса Премудра, которая его и слит, и ещё как-то Чармисами особо поможет. И все эти красивые глазки. Вот у меня вот сложилось здесь такое впечатление. Мама мне ещё сказала, которая тут же подсунула, начитай. Сказала, что я напомнила трёх мушкетёров, когда все ходят просто за головой главного героя, и он такой отмахивается. И вообще написано очень интересно. Единственное, я не приняла, зачем автор ввёл в сюжетную линию, пусть и ненадолго, византическую Анну. Это, безусловно, важно для нашей истории, для истории самого Владимира. Но если её, допустим, убрать, эту сюжетную линию, книга вообще ничего не потеряет. Может быть, даже лучше станет. Или если бы оставить княгиню, ну как-то изменить князя Владимира как человека, как личность. Или ввести идею того, что впоследствии какие-то свои государственные решения он принимал вследствие знакомства с Анной. Это было бы оправдано. Но так я вообще не увидела причину, зачем она здесь, для чего. И иногда Владимир, иногда, я сказала, иногда, всё время, он произвёл на меня впечатление озабоченного, очень сильно озабоченного самса Галилы. И он таким и был. Но я бы предпочла, чтобы Афафтар смягчил краски. Сделал их более приглушёнными. Особенно после знакомства с Анной. Но такое ощущение, будто он в ещё большее буйство впал. И я не знаю вообще, что по этому поводу ещё сказать вам. Поэтому пройдёмся по слабым местам, к которым я докопалась. Вот. Во-первых, он противоречит сам себе. Многие писатели, пускай я, ведут что-то вроде спорочника писателей. То есть, они когда пишут, они делают себе пометки о героях. Ну, информацию, которую сами создаются, себе же куда-то выписывают, чтобы не забыть. О каких-то местах. Ну, вот эту вот всю информацию. Судя по всему, Юрий Никитин такой справочный для себя не ведёт. Потому что в первой книге, то есть, ну, в смысле, в этой книге князь Сергей Мир, он пишет, «Привёл серепых русов на земли мирных славян». Ну, кстати, он различает термины «рус», «русич» и «славяне». Так вот. Но в первой книге цикла «Князь Рус» описано, что русы пришли на земли иудеев, а не славян. То есть, уже начинается противоречие. Потом, в первой книге цикла пишут, что русы – блондины с голубыми глазами. А в этой книге указывают, что Владимир прошёл в мать, которая была тёмненькая глазами и волосами, и смугленькая. И пишут, что больше похож на руса, чем отец. И это такая, в смысле, если русы светлые, то, а Владимир тёмный, то как он может походить на руса? Вот. В «Ингваре Ореха» Никитин пишет, что… Ну, то есть, описывает похождение Игоря, сына Ирюлика, уже такое, достаточно зрело в возрасте. А здесь он пишет, «Едва лишь Игорь подрос, Олег тут же сорвал с пояса меч, передал Игорю, а сам ушёл в волхвы». Так всё-таки, мне кажется, если он что-то, ну, как-то думает историю, то стоило бы хотя бы, ну, не то, чтобы истории не противоречить, были нам, дошедшим до нас, ну, хотя бы самому себе не противоречить. Вот. Потом, ну, это уже так, докапывание, но в какой-то момент Владимир говорит, Индюк думал, произнося часть знаменитой поговорки, Индюк тоже думал, но вслух попал. Но Владимир-то же в 10 веке, а популяризация флора и фауны Америки произошла в 15-м. То есть он не мог знать об Индюке, он мог, так сказать, о курице, например. Потом, Владимир очень удивляется тому, что викинг произносит фразу про газону, к которой не подъедешь. И это странно, потому что в этой поговорке как раз-таки славянские корни. Потом, автор думает, что викинги носят рогатые шлемы, позвольте. Это миф, на самом деле, и заблуждение, ничего подобного не носили. Кто и носил из скандинавов рогатые шлемы, так это такое шаманное, и, по-моему, в древние времена, еще более древние, чем 10 век. Потом, разувание девушки на Руси было частью свадебного обряда. Но Владимир пишет об этом, ой, прошу прощения за оговорку, Никитин пишет об этом так, словно не понимает смысла этого действия. Ну, по крайней мере, на меня произвело это такое впечатление. Ну, и вообще, в принципе, Никитину свойственно плагиатить какие-то фразы, афоризмы. Но тут меня ушибло. Он взял такую прям знаменитую фразу, ну, что за человек, который позаимствовал, скажем так, вот чуть-чуть его умом России не понять, в России можно только верить. того, что он еще знаменитую какую-то фразу так позаимствует. «Мы за цену не постоим» взял. Все узнали, да? Подытоживаю. Книга интересная, но немножечко затянутая. Я устала немного, малость от этого. Ну, в целом, интересно. И последняя на сегодня книга, которую я расскажу, это «Владимир Святой» Алексей Карпов. Я хочу сразу расставить все точки над «и». Так как я в документальном плане копалась до мелочей в «Князе Владимира Никитина», я не вдохновлялась его творчеством, а, так сказать, вопреки, чтобы доказать, чтобы еще более актетично внестись к книге, прочитала документальную книгу Алексея Карпова, которая называется «Владимир Святой». Это все о том же самом человеке. И он подробнейшим образом, уделяя максимальное внимание ко всем деталям, рассказывает биографию этого человека. По чем? Хочу подчеркнуть. «Владимир Красный солнышко» совсем не солнышко. И если вы не придерживаетесь положительного впечатления об этой исторической персоне, я хочу вас предупредить, что автор и равно ему симпатизирует. Он не тычет прямо этим в глаз, но по ведению и, в принципе, по настроению книги об этом можно догадаться. Но это, мне кажется, вас не смутит, потому что фонариком глаз не светит при этом активно. Это не выглядит нарочитым, это не выпячивается. А почитать стоит. Я вообще в плане историка Карпова уважаю. Он пишет очень подробные работы, опирается на множество самых разносторонних источников, осматривает проблемы совершенно разных ракурсов, все учитывает, все внимательно изучает. И, мне кажется, ему можно в этом плане верить. Я исписала целых 19 страниц в читательском дневнике, просто-напросто выписывая факты из этой книги. Представляете, как она полна любопытностей и интересностей. Поэтому всем рекомендую. Очень-очень интересно, правда, и познавательно. Единственное, я так и не поняла, почему все-таки Владимиру понадобилось выбрать какую-либо веру. То есть, уделив внимание, что он выбирал веру между восточной и западной, и выбор все-таки христианского. Я не поняла. И приводятся доводы, почему он сделал именно такой выбор. Но я так и не поняла, зачем вообще надо было что-то выбирать, почему нельзя было остаться при вере предков. Понятно, что весь мир двигался в эту сторону, что родственные, так сказать, страны приняли уже христианство. Византий, в которой надо было быть в союзе, это было полезно. И она тоже пропагандировала христианство, и сватовство на Византийской царевне могло закончиться успешно только в случае выполнения этого условия. Я, конечно, все это понимаю, но до конца так и не поняла. Как бы нет, я не уязычница, я крещённая христианка, но хотелось бы этот аспект всё-таки глубже осознать. Ну это всё. Пока-пока. До скорых кликов.